Здравствуйте! У нас сейчас встречается вопрос Как же нам сделать коронку или ту или иную реставрацию на тот или иной зуб, который имеет очень темную окраску? Так было бы, скажем, предыдущий эндо там была сделана или была, скажем, реставрация где у нас есть, находится железный пост или зуб изменился совсем полностью цвет по той или иной причине Какую же нам реставрацию сделать? Какой же нам цемент взять? Поэтому в данном случае, что я выбрал я выбрал, как и у всех вас есть демо-кейсы, которые вам приходят вместе со скенером для того, чтобы вы могли практиковаться В данном случае не предназначен краски для этого, но я просто буду использовать ту препаровку, чтобы показать вам наглядно как можно избежать проблем, которые существуют в вашей практике Как будем выбирать? Будем сделать 8-й зуб американский или будет 1-1 по европейской части зуба Значит, как я говорил, что мы идем с правой стороны и выбираем левую Значит, мы выбираем коронку By generic individual и мы также выбираем multi-layer и мы выбираем зуб, который мы будем использовать Как видите, снизу появились зеленое и красное то, что мы должны выбрать Мы выбираем нашу милую машину которая у нас не включена Видите, что внизу написано, что veneering structure то есть идет, который сверху нашего фреймворка Ну, пускай в данном моменте мы будем использовать скажем, Vita и будем использовать relax4te то есть она будет как винировская структура у нас Значит, вот фреймворк то есть каркас, на котором будет держаться эта винировская структура мы выберем, скажем, Ivoclar мы возьмем Ivoclar Emax так и мы знаем, что есть такой Ivoclar, который MO, который называется APAC так, который может он не так уж красивый так, но блокирует вот ту значит, тот цвет тот стамп, который не хороший так, для того, чтобы можно было поставить хорошую реставрацию мы кликаем ОК так и идем дальше к нашей модели значит, вы увидите, что на модели уже так она была приготовлена мы должны будем значит определить край реставрации скажем, я не буду слишком здесь точен так потому что это только всего для тренировки ну, скажем вот так так следующее мы должны определить insertion та, которая у нас находится здесь значит, insertion говорит, что как у нас будет точиться видите, что с этой стороны у нас будет слишком тонко поэтому, если мы исправим положение нашего и теперь мы исправляем чтобы эта желтая точка была параллельна нашему препаравке так теперь мы кликаем ОК и теперь у нас появится значит параметры значит, данный параметр будет совсем отличаться от регулярных параметров которые у нас существуют значит мы знаем что у нас будет две конструкции поэтому толщина будет слишком большая как видите препаровка не была сделана слишком глубокой для того, чтобы совместить два материала поэтому мы должны учитывать материал толщину для того, чтобы понять чтобы поместить их правильно значит смотрите что у нас обычно спейсер 80 поэтому мы будем уменьшать его до 50 так значит ОК лужила в сетном переднем зубах мы обычно не делаем скажем контактную поверхность обычно я делаю к нулю так если минимум thickness у нас который находится здесь около 1000 я делаю его 500 так то что здесь опять же опять же это данная конструкция только потому что мы должны учитывать что какая толщина у нас будет значит видите что если мы скажем делаем передний зуб так и мы хотим чтобы винир мод тогда мы выбираем его да значит мы идем теперь на нижнюю структуру вы видите что мы тоже будем здесь менять спейсер и тоже поставим 50 минимум минимум thickness мы опять же сделаем так же как и из другой конструкции мы сделали сот так кликаем окей и теперь наша реставрация будет скажем proposed by software подождем некоторое время для того чтобы она дала нам конструкцию вы видите что коронка была сделана вы видите что есть minimal thickness для того чтобы она просто не влияла для вас вы можете minimal thickness убрать так но что я просто сделаю здесь я немножко так я скажем увеличу часть этого зуба значит если вы видите что как я сейчас кликаем и у меня не получается что tools не появились здесь кликните на add restoration так видите теперь когда кликну сюда у вас появился tools теперь значит что я делаю я вижу чтобы тот размер который у меня есть shape tool был тоже самым размером того что мне нужно будет сделать в данном зубе значит исправить анатомию видите я немножко увеличиваю thickness этого материала так опять же это все для тренировочной идеи просто вам покажу как все это делается так теперь когда скажем если вы удовлетворены так всем значит параметрам или формы вашего зуба так вы можете следующим этапом так посмотрите значит следующим этапом right click так видите что здесь находится split теперь когда мы делаем split появляется слово такое называется apply и видите появляется значит у нас что и каркас и сам и сам зуб то есть видите что из каркаса у меня закрылась эта часть то есть я могу взять зеркония или любой материал который может полностью закрыть ведь скажем у меня винирскую структуру появилась здесь другое что возможно сделать другой трик так вы можете просто выпилить эту часть так внутреннюю часть которую полностью закрыли то чтобы если у вас недостаточно именно места слишком тонкая припаровка тогда вы можете просто ее зацементировать прям на зуб так и с помощью бора опять же пройти сюда так и сделать опять же вашу препарацию то есть закрыв вашу препаровку которая у вас была темная она бывает такой что две два этих материала не совпадают вместе потому что появляется здесь спру так как милуется эта конструкция это очень трудно подобрать где же спру кончается чтобы это две конструкции совместились вместе поэтому что я делаю в данном моменте скажем очень сложный глубокий прикус так и у вас недостаточное место для двух конструкций значит я беру right click да right click и вы видите scale tool значит scale tool покажет мне видите называется occlusion так и я не буду выбирать полностью так но видите что размер его значит что я дальше делаю я подхожу к краю так своей реставрации и потихонечку видите я поднимаю его и теперь когда я подняю вы видите да что реставрация моя верхняя часть остановится только вот этой части внутренней части здесь глубокий прикус слишком бьет и вам нужен сильнее материал для того чтобы выдерживалось чтобы не ломалось опять же он уже будет бить сюда другое что и положительное для вас что именно вот в этом материале и краски появятся спру вот в этой части так и она никогда не будет вам влиять на ваш маржин который вас находит именно здесь и поэтому две конструкции которые у вас будут выпилены могут спокойно децементироваться друг с другом опять же вы можете взять и другую конструкцию называется partial reduction где вы просто выпилили коронку и с помощью когда вы outline сделали у вас убралось окно так это реставрация и вы с помощью фарфора можете добавить ваш материал по значит по цвету которому вам нужно для этого пациента надеюсь что это видео помогло кого-нибудь если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста ставьте его на фейсбук или посылайте мне на email mark gregory dds это я холокам спасибо большое